Привет, друзья! Сегодня у нас совсем не сложная задачка для третьего класса, и тем не менее, эта самая задачка, пусть и повышенной сложности, поставила в тупик почти всех родителей в классе. Ну, давайте посмотрим, что же здесь такого сложного. Ученики одного класса съели 95 конфет. Причем каждый мальчик съел по 3 конфеты, а каждая девочка по 5 конфет. Сколько в классе мальчиков есть, если всего в классе 25 детей? Окей, поставьте на паузу, немножечко подумайте, и поставьте себя на место того родителя, помогите ребенку решить задачу. Пишите свои рассуждения, мысли и ответы в комментариях, будет интересно потом посмотреть, может быть, кто-то решит каким-то оригинальным способом. Ну, а я расскажу то, как можно было бы рассуждать. Итак, у нас есть с вами большая куча из 95 конфет. И давайте мы представим, что эту кучу конфет ели таким способом, что сначала мальчики и девочки съели по 3 конфеты. Вот они, мальчики и девочки. Всего их, как мы помним, 25 человек. И они съели каждый по 3 конфеты. Так, значит, сколько они съели? 25 умножаем на 3. 75 конфет они съели. А сколько же конфет тогда осталось вот здесь? Ну, понятно, что 95 минус 75 это 20. Отлично. Но эти 20 конфет теперь достанутся кому? Правильно. Только девочкам. Почему только девочкам? Потому что мальчики свои 3 конфеты уже слопали вот тут, в зеленой части. А красная часть это чисто девочковые конфеты. Ну, отлично. Девочки должны были съесть по 5 конфет. Они уже съели по 3 конфеты. Значит, осталось им слушать еще по 2 конфеты. Каждая девочка должна съесть по 2 конфеты. Значит, всего у нас девочек сколько? 20 делим на 2. Получаем 10. Вот у нас 10 девочек. А детей всего в классе 25. 25 минус 10. Получаем 15. Значит, мальчиков у нас 15. Ну, если не верите, что все так просто решается, можете сделать проверку. 15 мальчиков, каждый из которых съел по 3 конфеты. Плюс 10 девочек, каждый из которых съел по 5 конфет. Равняется 95. 15 на 3 это у нас 45. 10 на 5 это у нас 50. 45 плюс 50 равно 95. В самом деле все сходится. Значит, задачу мы решили правильно. Но если вы решали ее каким-то другим способом, обязательно напишите в комментариях. На этом у меня все. Спасибо, что досмотрели до конца. Спасибо большое за вашу любовь к математике. И пока, друзья. До новых интересных задач. Не забывайте ставить лайк и подписаться на канал. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok